Света вы сделали по водинцам эксклюзивная поланга. А что делать эксклюзивная? Что делать эксклюзивная? Не знаю, что делать. А как же мой, ну? Говорит, это видео назовем эксклюзивная поланга, потому что мы сняли некоторые моменты, которые раньше не снимали. И сейчас такой как бонус будет, вот снимем, где живут обеспеченные жители поланги. Сейчас мы туда поедем. Ну вот, ребята, вот приехали на эксклюзивное место. Вам покажем, где можно приехать. Бесплатная площадка возле моря. Была тут? Нет. Всю жизнь прожила. Итак, друзья, приехали на место. Вот, смотрите, здесь какой-то как бассейн, аквапарк, ресторан «Медуза». Это я сейчас в сторону аэропорта еду. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Сам отель «Медуза», отель и ресторан. Тут, посмотрите, суббота. Нет, воскресенье. Полная площадка, бесплатная. Полная машина. Еле место нашли поставить. Даже там вот вдоль, на въезде, вдоль дороги машины все стоят. Этот район, друзья, называется «Кунигички». Что творится, друзья, пробки из машин. Ну что, ребята, вот к морю. «Кунигички» они? Ну, такие «Кунигички». Ага. Посмотрите, какая тут интересная такая плитка. Можно бесплатно, вот, тоже, можно бесплатно на гамаке полежать. Вот и все мы. Гульгистик ты. Там впереди тоже видим такой бар, кафе. Лена, у тебя попа на земле. Ну, ты, я сахар. Чего бы и зимой. Зимой. Вот, чел, все, давай. Не, ну, бей. Ну, бей, саку, ну, а герди. Норик, конечно, конечно. Так, что у нас в библиотеке от хорошего? Рынгасауштин. Винюту. Ну, хорошие книжки, я бы почитал бы про Винюту. Ну, вот я снова возле моря. О, говорили, в Паланге пальмы нету. Есть пальмы? Саку, Палангой, пальмы не ара. Да, пальмы. О, пальмы, а также. Лена говорит, стенд сними, а он от солнца выгорел. Кашкейп-тейп. Кашкейп-тейп его. Кашкейп-тейп. Ронжер, скип-тейп. Полом бар людей. Вот сейчас непосредственно сам район покажу. Вот здесь живут жители Паланги богатые. Вот видим по обе стороны такие вот здания красивые. Чики-пуки по Юрис называется местечко. Тут уже не понять, а тут для отдыхающих сделано или жители живут, но счетчики стоят. Такие дома, вот смотрю, там вроде трубы. Кантининку Гатвя. Кантининка Гатвя. Против солнца. Аксель. Ну и как вам, ребята? Эксклюзивчик. А вот эти домишки уже чуть ли не в лесу находятся. Сейчас я развернусь, сейчас покажу. Здесь на дроне нельзя летать. Аэропорт рядом. И это вот я сейчас проезжаю. Самолеты летают над нами. Смотрите, ребята, где у вас какой-то большой. Банкутис, наверное. И вот там идут эти, так называемые коттеджи. Это, ребята, по аналогии, как в Лайпиде есть пригороды. Клепщей, сленгей. И вот такой в Паланге есть район. Ну вот тут уже местные жители живут. Ну есть, конечно, для отдыхающих тоже. Такой кемпинг, допустим. Я сейчас уже по направлению к аэропорту еду. Вдалеке сами жители Паланге живут, а вдоль дороги построили для отдыхающих. Да, в Мишке. Здесь жители Паланге живут. Он тоже. Тут в усадьбу чудо. Ворота такие по старину сделали. Сама усадьба там. Это Книгнищу в Гатве. Улица Книгоноши. Книгоноши это были такие вот распространители литовской литературы. Потому что вот когда Литва была под так называемой оккупацией Российской империи, Российский император запретил литовцам латиницу. И все книги в Литве были на литовском языке, но напечатанные кириллицей. И вот весь район возле Щелутя, потом Прекуля занимались они люди некоторые распространением запретных книг на литовском языке. Ну вот велодорожка есть, она не знаю, куда она, скорее всего, Чвянтое ведет. Тут еще рядом есть аквапарк после такого карьеры интересного. и такая горка есть Мамутас называется. Ставится достопримечательно. Да, это дорожка, я туда не поеду уже. До Швентуэя. Что нормально здесь? Допустим, скутер или велосипед. Ну а вы попробуйте в сорокаградусную жару на велосипеде поездить. Или, например, в горку. На мост куда заехать в горку. А на самокате, на электроскутере, пожалуйста, можно и в горку. В сорокаградусную жару едете. Ветерок обдувает. Даже приятно ехать. В общем, каждому свое. Место не освободилось. Так как, друзья, здесь нельзя устанавливаться и стоять на машинах. Везде знаки. Я проеду. На машине покажу, как льдовится. А по конкретней жительспомнат. Впереди бар видим. Посмотрите. Продается. Вот одностороннее движение тут. Тупик. Хорошо, я развернусь. Там тупик. А вот тут выезд. Вот это все дома жителей Паланги. Которые вы не видели, ребята, ни у кого. Ну, может, тут и клапичане живут летом. К сожалению, я не могу показать вам, ребята, с воздуха тут никак не получается. Вот со шлагбаумом, вот как вот там, здесь вот, по обе стороны. Там вдалеке, посмотрите, что все строят. Там каждый двор есть отдельный шлагбаум, заезд, целые улицы. В общем, конца и края нету. Мы в шоке. Тут хотят дорогу зааспортировать. intim на деревья деревья. вот друг новый строят еще рамы рамеус битес да и такие пчелки 30 километров показывает что здесь можно ехать вот она пчелка стоит а вот еще а чё прикольно жить возле аэродрома сразу а вот поланский аквапарк открытый можно можно подъехать на кемпере можно сюда приехать отдыхать сейчас подойду покажу поланский аквапарк этот называемый тоже можно культурно отдохнуть вот он там ребята вдалеке но он так называется он необычный такой он резервота все друзья до новых встреч ики другая не сагом судья сагом ики поставьте лайк кому понравилось за эксклюзив